Вот на этой клемме там чуть-чуть что-то есть. Всем привет! Вы на канале Иксбро и сегодня у нас разговор про аккумулятор. Такие проблемы может принести любой аккумулятор, если не выполнять правила по его обслуживанию и эксплуатации. И придется вот так вот ночью под дождем прикуривать. Кому это надо? Давайте поговорим, что делать. Первое, что нужно сделать, это устранить вот этот налет. Его не нужно скоблить, шкурить, пилить напильником. Он смывается теплой водой с разведенной в ней содой. Начисто и до блеска. При эксплуатации вокруг клемм образуются микротрещинки, через которые пары кислоты проникают наружу, оседают на поверхностях и окисляют эти поверхности. Необходимо удалять окислы водой с содой, смывать, а после смазывать литолом или солидолом. И все будет в порядке. Ту же самую картину мы наблюдаем и на правой клемме. Скорее всего, налет образовался и внутри клеммы. Зеленый или белый, неважно, он препятствует прохождению электрического тока через соединение. Соответственно, увеличивая сопротивление перехода. Таким образом, реле стартера толком не работает. Следующий момент. Это вот эта грязевая дорожка между клеммами аккумулятора. Когда сухо, она не особо вредит. Но когда наступает влажная, сырая погода, и дорожка грязи становится влажной, от кислоты, от воды, от паров, от чего угодно, она начинает проводить электрический ток. И саморазряд аккумулятора увеличивается. Уехав на работу и вернувшись с нее, вы можете застать аккумулятор в нерабочем состоянии, потому что он просто сел благодаря этой грязи. Поэтому необходимо вымыть аккумулятор и вытереть его насухо. Рекомендую это делать тоже раствором соды, потому что эта земля на аккумуляторе содержит в себе пары кислоты, которые нейтрализуются обыкновенной пищевой содой. Неважно, какое процентное соотношение, сыпьте от души, но немного, иначе все побелеет. Главный критерий реакции химической – это шипение, выделение пузырей. Значит, кислота нейтрализуется. Выполните эти рекомендации, и все эти проблемы у вас уйдут. И если вы досмотрели ролик до конца, большое вам спасибо, значит, вам он был интересен кататься и не ломаться вам. Пишите комменты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok